Привет, друзья! Сегодня мы с вами говорим про расстройство пищевого поведения и, собственно говоря, как себе помогать. Очень часто многие люди путают расстройство пищевого поведения и дефицит витаминов и минералов. Вот смотрите, наглядный пример. Это долгая такая штука, которая указывает на дефицит В3, на дефицит В2 и на, скорее всего, дефицит витамина А. И мы используем очень часто еду для, собственно говоря, каких-то потребностей. Но мы не думаем о том, что существует витаминно-минеральная теория и она не входит во многие-многие моменты. Так вот, друзья, про расстройство пищевого поведения. В основе, конечно, здесь лежат копинг-стратегии, которые задействуют вашу парасимпатику. Я устал, пойду поем. Я стрессую, пойду поем. Я не спал, пойду поем. И вот эта копинг-стратегия, она достаточно опасная и она приводит к различным неприятным результатам, которые влияют на ваше внутреннее состояние. Каждый раз, когда вы думаете о еде, подумайте сначала о том, что вы хотите или хотели сделать. Возможно, кстати, позывы к определенному виду питания есть у людей, у которых есть сильные-сильные дефициты витаминов и минералов. Это такая вещь, которая действительно работает. Но у кого действительно расстройство пищевого поведения в основном связано с стрессом, а это у 90%, тем обязательно работать с психотерапевтом и восстанавливать нормальную стратегию поведения с самим собой. Но вообще питание нужно нашим клеткам для того, чтобы мы могли жить, двигаться, общаться и вообще выполнять многие-многие-многие действия. Если питание приходит либо не вовремя, либо не своевременно, либо некачественное, от этого страдают многие функции организма. Но когда мы в стрессе, мы об этом часто не думаем. И поэтому ваше расстройство может приносить еще большее стрессовое состояние вам. Вот так, друзья. Вечером провожу прямой эфир про способы поведения и способы заземления в моменты переедания, либо отказа от еды. Вот так, друзья. Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. До новых встреч.